Дмитрий, прописано в Москве, живу и вакцинировалась во Владимирской губернии. Где мой код и куда мне с ним? Ух, слушайте, вот все, что касается с вашим кодом, вы знаете, я сам не знаю. Потому что у меня, как я говорил в одной из программ, приходя к своим коллегам, у меня есть коллекция кодов. Более того, коллекция кодов не спасала меня в свое время, когда был полный локдаун, не спасла меня от 7 штрафов за то, что я ездил по Москве, имея там все коды, имея все разрешения. То, что у меня даже была бы бумага от СМИ, что, а СМИ тогда имели право перемещаться. 7 штрафов катали только через полгода, через суды только отменил. Так что куда засовывать код? Будем накалывать где-нибудь. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфас. А, кстати, это мысль. Давайте введем новую традицию. Накалывать на груди профили вождей в виде QR-кода. Ну, ничего, он там квадратиком. А так, представляете, и тут будет профиль. Владимир Владимирович, Сергей Семенович, Сергей Кожугеточ. В виде QR-кода. Да, всем доброго дня. Сегодня прямая линия, традиционно раз в две недели, поэтому я делаю короткое вступление. Ваши вопросы уже поступают. И, конечно, не могу не прокомментировать новость, что Дума отложил на месяц закон о QR-кодах. Прелесть этого закона, то, что он должен был вступить с 1 февраля и действовать, насколько я понял, там что-то по лето, по июнь. Теперь у нас получается очень забавная ситуация. Откладываем мы его до декабря, точнее, они его докладывают, откладывают до декабря. Действовать он будет три месяца, якобы. Вы его зачем тогда готовите? Ну, вот, правда. Особенно это любопытно в приложении к реальной жизни, где в глубинке будет оборудование по чтению QR-кодов. Я регулярно, вот сегодня тоже в очередной раз побывал в чуде инженерной мысли, называемой МФЦ. В чем прелесть? Я уже, кстати, рассказывал о том, как я ревакцинировался и о том, какую имитацию, страну имитацию, набор имитаций делается в виде вот этого приблуда под названием МФЦ и госуслуги. Вам выдают талончик, вот сегодня яркий пример. Талончик выдаешь, подходишь, там горит твой номер. Но до этого еще не ушли приблизительно два или три человека в это же окошко. Ну, причем это делают, там, мы вот ходили сегодня в миграционный учет, где люди в погонах. И мы вышли, мы улетели прямо, они умеют очень хорошо отфутболивать. Этой бумажки не хватает, когда им задаешь вопрос, подождите, ну, вы же ее не имеете права требовать. Ну, там, вам же указано, там, что на министерство, если у вас есть внутренняя база, то вы не имеете права бумажку эту требовать. Не, поэтому, ребята, дорогие хорошие властители, для кого вы выстроили вот эту имитацию? Точно так же, как с QR-кодами. Где она будет пробиваться? Что у среднего постового в какой-нибудь Саратовской области будет прямая связь с космосом, с Элоном Маском? Да нет, поэтому законопроекты вы можете, конечно, нарисовать, но точно так же, как появятся абсолютно другие QR-кода, попросту говоря, с какой-нибудь банки овощей. А гражданин и, соответственно, подвернувшийся на улицу полицейский будут договариваться традиционным коррупционным методом, потому что один будет говорить, что у меня, знаете, ничего не проходит, а другой будет, может, совершенно спокойно действительно иметь QR-код от банки с огурцами. И все. И на этом все закончится просто расхождением в сумме денег. Для чего имитацию-то делаете? Именно для того, чтобы накормить нижний уровень полицейских? Или там, не знаю, МФЦ? Так поверьте мне, там люди в состоянии как-то, особенно вот их высшие эшелоны, не нижние, там девочки несчастные только и стараются, чтобы побыстрее обслужить гражданина. Вы кого хотите накормить? Поэтому откладывайте и откладывайте этот закон о QR-кодах, а так все существенно проще. Вводите уже цифровой паспорт, потому что те паспорта, которые есть, они уже должны были давным-давно умереть, как таковые. А карточку вы уже делали один раз. Я даже ее в свое время демонстрировал в эфире. Вы в нее даже вложились, и она оказалась нежизнеспособна. Ну уж попробуйте сделать ее хотя бы во второй итерации, чтобы хотя бы вместо бумажного образца появился пластик. А я немножко сейчас пригашу освещение действующих новостей, хотя с QR-кодами, конечно, мне очень нравится эта новость. Я могу ее раскладывать, что называется, на составляющих. То есть я понимаю, почему это будет очередная имитация. Вот именно имитация бурной деятельности. Ну, вам нравится? Окей, хорошо. Но не тешьте себя иллюзией, что вы, кроме внутреннего протестного движения, во всех эшелонах, кстати, вот я говорю, нижних эшелонах вашей же власти, вы их уже создали. Илья, в СПБ недавно заявили, что 80% переболело или привились. Хочется спросить, откуда тогда столько больных до сих пор? Вы знаете, ну, переболело или привились, у нас в перепись населения приняло участие 99%, поэтому не 146%. Так что нам есть еще к чему стремиться. Так, сейчас продолжу отвечать на ваши вопросы, просто очень важная тема. Любимая, обожаемая, нежно обожаемая Эльвира Сапьезадовна сказала, что на ближайших заседаниях будет рассматривать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Что, знаете, для чего? Для того, чтобы обуздать инфляцию. Логика не очень понятна. Ну, вообще, то, что ЦБ давным-давно превратился в... Собственно говоря, он никогда и от этого не отходил в обычную коммерческую организацию, которая обросла там инкассацией, обросла огромным количеством, соответственно, отелей для отдыха. Понятно кого. Вот, и иными организациями, которые якобы, в общем, не имеют отношения к ЦБ, хотя, в общем, она является, ЦБ является учредителями этих всех организаций. Ну, это такой, не просто мега-регулятор, а мега-коммерческая структура, которая ЦБ внутри, а вокруг там... ЦБ, напомню, якобы не ведет коммерческую деятельность. Но это не так. Попробуй откажись от их услуг, от ЦБ. Любому банку просто так... Собственно говоря, банков поэтому и не осталось. Так вот, они ближайшие, Эльвир Сабхизадовна, будут обсуждать, с кем непонятно, рост, увеличение, соответственно, кредитной ставки. Ну, что это по цепочке приведет? Приведет, соответственно, к подорожанию кредита, подорожание кредита приведет к удорожанию товаров и услуги. И как вы собираетесь именно... Как вы этим методом, по сути дела, веревкой, мылом и петлей собираетесь обуздывать инфляцию? Вот просто поясните. Я, честно говоря, уже подзапамятовал какие-то пропагандистские методички, поэтому хотелось бы где-то увидеть. Потому что с точки зрения экономиста, нет, все ровно диаметрально противоположно. Повышаете ставку, все растет по инфляции. Ну вот, так, инфляция – это реальная беда, которая делает людей беднее, заявила, выступая в Госдуме, в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиулина. Ну, как данное заявление, безупречно, абсолютно согласен. Инфляция – реальная беда, которая делает людей беднее. Но не людей, конечно, из ЦБ. «Высокая инфляция действительно разрушает благополучие», – сказала она. Капитан Марвел тут же, надо сказать, возбудилась и сказала «Вау, гречка». Добавит, что ЦБ не может согласиться с идеей держать ставки низкими, чтобы заемщики повсюду набирали кредиты. А заемщики-то у нас набирают и набирают, и набирают, набирают. Может быть, ну так, чисто предположение, уточнить, а на что они набирают эти кредиты-то? У нас уже 24 триллиона наши люди понабрали кредитов. Но вы знаете, по странному стечению обстоятельств не на золотые слитки, и даже не на отдых в отелях ЦБ, и даже не для того, чтобы им кассировать выручку, и же с ним. По странному стечению обстоятельств люди расплачиваются кредитами за повседневные нужды свои. А именно, за еду, раз, за, соответственно, взятые ранее кредиты, за ЖКХ, черт побери, как говорят у нас. С начала 2021 года ЦБ 6 раз повышал подряд ключевую ставку, запустив самый резкий цикл ужесточения с 2014 года. По данным Росстата, на 8 ноября годовая потребительская инфляция состояла 8,07%. Ничего подобного. Продовольствие инфляции вот куда ближе, приблизилось на курятину на 31%. Гречка 19,6%, яйца 28%, простейшие овощи, включая капусту, 92,6%. Ну, по сути дела, в два раза. Картофель 75%, морковь 40%. Вот и все. Так что, ребята. Не тем методом и не то делаете. Ну, впрочем, я прекрасно понимаю, что крепостные и рабы не должны открывать свой рот. Поеду все-таки по вашим вопросам. Это более оптимистично. Будет денежная реформа с деноминацией до 2025 года. Чем это нам грознит? Я не думаю, что будет денежная реформа с деноминацией, поскольку в этом нет никакого смысла. Крепостным не нужны деньги, зачем им какая-то деноминация? Куда выгоднее сделать их, загнать их, чтобы цифра перевалила за 25 триллионов долгов. Это сравняется приблизительно с цифрой, имеющихся на руках у людей денег, активов. И, в общем, все будет хорошо. Будем вечно должны банкам. Сейчас, чем хорош неофеодализм, тем, что мы сами с гиканьем и радостью, в общем-то, тянем это ермо. Что делать, ежели зарабатываешь 300-400 тысяч рублей в месяц? Это хорошо, что вы зарабатываете такие деньги, из которых 30 уходят на обязательные платежи. Слушайте, если вы зарабатываете, предположим, 350 тысяч в месяц, вы выходите в те самые 2%, и мы можем все вам позавидовать. Это хорошо. Чем больше таких людей, без всякой ерничества, тем лучше. Жалко, что их всего 2%. Обязательными, если вы называете обязательными платежами, например, ту же самую ипотеку, то я бы сказал так, это необязательные платежи. Вы могли не брать эту ипотеку. Поэтому ключевой фактор, это, конечно, сокращение этих обязательных платежей. Если вам ипотека не по карману, ну, в общем, надо как-то от этого объекта избавляться, потому что все-таки 30% это многовато. Многовато. Надо кредитную нагрузку держать где-то не больше 20%, потому что вы же понимаете, что в любую секунду может произойти такая ситуация, что вы потеряете источник дохода, а потеряв источник дохода, вам надо будет очень быстро реализовать тот залог, который у вас есть. Поэтому я был бы очень аккуратен при таком соотношении. То есть надо быть прямо жестко уверенным, что 300-400 тысяч – это у вас как раз постоянный доход. О, Господи. Что делать, если пенсия 5 тысяч рублей, а квартплата 8 тысяч рублей? Знаете, вот в свое время я помню, когда заставляли вакцинировать, Дмитрий Сергеевич Песков прокомментировал, что у вас есть всегда выбор. Вы можете вакцинироваться, если вы работаете в сфере общепита, а можете уволиться и искать другую работу. Я боюсь, что ответ, конечно, такого публичного никто не даст, как говорится. Не нравится – не живите. Вот из-за разряда. Но честно могу сказать, что это вообще ситуация недопустимая. Я на ряде телеканалов, даже где у меня есть программа, я говорю, что все, что касается пенсионеров, та самая монетизация льгот, которая, так называемая монетизация льгот, которая произошла, на мой взгляд, это абсолютный был грабеж. Потому что дали рубль, а грабили на три. Поэтому, если говорить честно, то нужно возвращаться обратно к натуральному выражению тех самых льгот, которые были у наших пенсионеров. Потому что в противном случае, а поскольку пенсионеров будет все больше и больше, мы ни при каких обстоятельствах, ни какими деньгами не закроем. Поэтому я, честно говоря, все, что могу сказать, только вам посочувствовать. Но я уж не говорю про то, что работающий пенсионер, которым не индексируется по странному стечению обстоятельств пенсии, это тоже недопустимая история. Получается, что пенсионер за свою активную гражданскую позицию, когда он не только вышел на пенсию, но и ее получает, но и производит еще труд, с которого оплачиваются налоги, такие же, как и у всех, но ему не индексируется пенсия. Тем более, она индексируется на копейки. Если бы она индексировалась на какие-то там существенные суммы, вопросов бы не было. А так-то... Поэтому, на мой взгляд, это все должно индексироваться точно так же всем абсолютно. Я уж не говорю про то, что пенсии должны быть наследные. Потому что наши сограждане, напомню, мужчина у нас 34% не доживает до своего пенсионного возраста. То есть, они умирают в возрасте 64 года, а выход на пенсию нам поставили сейчас в 65. И эти деньги растворяются. То есть, мужчина, являющийся, как правило, зачастую кормильцем в таких семьях, копил, отнимали, вернее, у него доход отнимали. Напомню, он не копил, самому у него отнимали. А потом оказалось так, что эти деньги ушли в никуда. Недопустимая ситуация. И, на мой взгляд, она должна измениться. Ну, с помощью, конечно, наших сограждан. То, что было бы не дурно, чтобы наши сограждане наконец-то осознали собственную значимость в этой системе координат. А так пока будет так и развиваться. Да, понимаю, что про выборы бессмысленно говорить. Вы в это не верите, не верили и не будете верить. Но другого варианта не будет. Так, Борис Штоколов. Еще вопрос. Если я рантье и сдаю две квартиры, в общем, за 120 тысяч в месяц, но... Господи, вы просто буквы пропускаете. Себя не регистрировал ККП. Боятся ли налоговую и большого брата, который спросит с меня за последние годы сдачи квартиры? Все очень сильно зависит от того, какой у вас договор с вашими арендонанимателями, арендаторами. Что бы я рекомендовал? В договор обязательно включить, что ставка, по которой вы сдаёте, она рассчитывается чистыми деньгами. А налоговым агентом является непосредственно сам гражданин. То есть, если сам гражданин готов, снимая в аренду квартиру, плюс 13% платить, почему нет? Это всегда как welcome. Но в целом, если у вас это постоянный единственный доход, там 120 тысяч, то, может быть, и выгодно действительно зарегистрироваться в качестве самозанятого, платить 4% и, как говорится, и спать спокойно. Опять-таки, риск такая штука, риск благородная штука. 4% всё-таки со 120, ну, это будет, условно говоря, у вас там в районе 5 тысяч. Ну, на мой взгляд, имеет смысл. Физик физику, проблем нету. Не агитирую, но говорю, что мне кажется, что в этом есть определённый смысл ситуации. Добрый день, Дмитрий Иванович. По вашему прогнозу, что в ближайшем и дальнейшем будущем ожидает оптичный бизнес? Как и по каким направлениям он будет развиваться? Я думаю, что оптичный бизнес, честно говоря, всё, что касается консолидации и строительства сетей, на мой взгляд, немножко пригасился. И, по большей части, будет два тренда. Первый тренд – это когда оптичные сети будут создаваться при том или ином оффлайном или онлайном бизнесе, ну, я не скрою, что если Wildberries не создал до сих пор оптичные сети или сети, соответственно, своих объектов, то это удивительно. Если не создал там какой-нибудь делимобиль, тоже удивительно. Ну, и так далее. То есть я могу множить и множить и множить. Это первое направление. То есть когда к оффлайновому и онлайновому бизнесу будет пристёгиваться аптечка. И второе, ровно обратное, когда из-под франшиз будут уходить маленькие объекты. И причина очень простая, что это становится менее-менее выгодным. И аптечную сеть или аптечную киосковую сеть выгоднее содержать, не принадлежа к какому-то бренду. Конечно, в том числе используя различные способы оптимизации налогов. Поэтому вот я думаю, что вот эти два тренда, а всё остальное начнёт скатываться либо влево, либо вправо. Либо, соответственно, присоединяться к онлайновым, оффлайновым экосистемам. Я в кавычке это поставлю слово. Либо, соответственно, наоборот, дефрагментироваться, чтобы попасть как раз в серую зону. Благо, соответственно, она множится и будет множиться далее в большом-большом количестве. Дмитрий, прописано в Москве, я живу и вакцинировалась во Владимирской губернии. Где мой код и куда мне с ним? Ух, слушайте, вот всё, что касается с вашим кодом, вы знаете, я сам не знаю. Потому что у меня, как я говорил в одной из программ, приходя к своим коллегам, у меня есть коллекция кодов. Более того, коллекция кодов не спасала меня в своё время, когда был полный локдаун, не спасла меня от семи штрафов за то, что я ездил по Москве, имея там все коды, имея все разрешения. То, что у меня даже была бумага от СМИ, а СМИ тогда имели право перемещаться. Семь штрафов катали только через полгода, через суды только отменил. Так что куда засовывать код? Ну, мы в рамках литературного русского языка же остаёмся. Поэтому ходите с кодом, можно его, вот, как это, я думаю, что он как новая звезда, магендовит будет у нас. Будем накалывать где-нибудь. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфас. Была такая песня, ну, собственно говоря, как раз профили вождей. А, кстати, это мысль. Давайте введём новую традицию. Накалывать на груди профили вождей в виде QR-кода. Ну, ничего, он там квадратиком, а так, представляете, и тут будет профиль. Владимир Владимирович, Сергей Семёнович, Сергей Кожугеточ. В виде QR-кода. Если что, не забудьте процент. За идею. Владислав Крамер, что насчёт инфо-цыганского разводника с обучением зарабатывать на торгах по банкротству? Я, честно говоря, всё, что я знаю про зарабатывание на торгах по банкротству, я могу сказать следующее. Я несколько объектов покупал именно на этих торгах. Просто надо для себя понимать, что не надо закладываться, что там будет какая-то очень высокая скидка. То есть, если вы покупаете объект, например, недвижимости, то обычный перепад между реальной ценой объекта и объекта по банкротству, он достигает, ну, где-то 20, ну, максимум 30 процентов. В этой вилке, ну, там обычно говорят 25. Но если вы занимаетесь этим профессионально, то объект, скорее всего, он с обременением, то есть надо выписывать людей, то есть на это надо тратиться время, деньги и силы. И плюс мораль с этой частью такая, она достаточно... Вы должны для себя принять решение, готовы ли вы людей, которые попали вот в такую ситуацию, как-то выкидывать на улицу, на мой взгляд. Для меня это мораль не... Там моральность внутренней неприемлема, но кто-то на этом зарабатывает. И второе, самое главное, что если вы купили этот объект, даже, предположим, дешевле, там, 20, там, 20 процентов, 25 процентов, то если вы его тут же начинаете выставлять на торги, то либо на торги, либо на продажу, вы, соответственно, вкладываетесь в рекламу, в некую площадку, у вас должен быть постоянный процесс, постоянно загруженный в этом процессе деньги, ну, и вы теряете те самые... Вы уплачиваете колоссальные налоги, потому что 13 процентов вы с продажной цены обязаны будете заплатить, потому что вы владеете объектом меньше трех лет. Бывают какие-то выскакивают там объекты, машины и все остальное, но, на мой взгляд, это про бизнес, но это совсем не про бизнес. То есть там надо обладать колоссальными деньгами, и это точно не, там, далеко не 100 тысяч долларов, а это там порядка 100, 150 миллионов, чтобы, соответственно, иметь доходность ту самую в районе 10 процентов, ну, потому что 3 на 25 мы, предположим, с вами заработали, 13 отдали, осталось 12, плюс продвижение, минус продвижение, ну, десятку вы свое зарабатываете. Но это, на мой взгляд, честный расчет. Все остальное, ну, понятно, что любые курсы, каждый продает то, чего он не знает. Любые курсы имеют право на существование, они мне не очень могут нравиться, но если есть спрос, есть предложение. За сим, собственно говоря, я пока прекращу отвечать на ваши вопросы. Вопрос я с собой заберу. Это был курс Дядюшки По. Спасибо, что сегодня были с нами и со мной. И до встречи. Пока.